Лучше гор могут быть только горы, ну или горцы, понимающие и не потерявшие своих корней. Мировым я, Ханжан Курбанов, и это моя горная ремарка. 12-13 октября 2023 года в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге, Таврическом дворце, прошел Международный форум «Устойчивое развитие горных территорий». И неудивительно, что Дагестан на нем был солидно представлен. Наша делегация во главе с председателем правительства, министром экономики, учеными, приняла активное и деятельное участие на форуме. Ну и кому, как ни стране гор, председательство на горном форуме. Хотя горы и занимают меньше половины площади нашей республики, тем не менее, горы – это не только прошлое, наша историческая судьба, но и культура, туризм, в общем, будущее. Хочется верить, что будущее светлое. Мы помним программы «Горы», «Юг», различные решения и постановления, которые были призваны вытащить горцев из того болота, в которое его загнали преобразования, переформаты и политические коллизии. Но миграционные процессы и идеологический, сознаниевый, философский подъем, переворот сделали свое дело. Великое переселение горцев на Низину и в города началось, как вы понимаете, преимущественно по причинам экономическим. А первые серьезные волны еще в советский период – это по государственным программам, по которым горные гнезда назвали неперспективными. Так, в 60-х годах приселили десятки сел, в том числе и аул моих предков Кахул, что в Ахтынском районе. А уже в постсоветский период толпы покинувших горы горцев осели в городах и пригородных поселках. Произошло это в условиях экономической и социальной безнадеги. Хозяйства были искусственно развалены и пошли с молотка. А либеральные экономисты объясняли нам, что и Советский Союз, и колхозы, и совхозы не выдержали конкуренции и должны были быть ликвидированы, как атовизм прошлого. Все это подстегнуло с 90-х годов коллапс коммунальной и жилищной сферы. Активное жилищное строительство, зачастую хаотичное, привело к тем проблемам, которые мы пытаемся с переменным успехом затыкать в настоящее время. Иногда в буквальном смысле затыкать чопиками. Основные проблемы всех горных территорий страны это логистика, рабочие руки. Но в Дагестане есть свои преимущества. Это то, что мы находимся на международном пути север-юг. У нас 500 тысяч человек, это молодежь. Ну, кроме всего прочего, государственная помощь в виде грантов здорово помогает горцам развивать сельское хозяйство. Говорит участник форума, заместитель председателя комиссии общественной палаты по экономической политике, вопросам развития АПК, поддержки малого и среднего предпринимательства, туризма и экологии Эльдар Адельшинов. Но привлекательная инвестиционная среда пока не совсем в обороте. Прекрасным горным пейзажем туристы только-только присматриваются. Открывая их и для себя, и для нас, давая нам пищу для глубоких размышлений. Ходим по золоту, убегаем от золота. Туристический форум Open Дагестан, открытый Дагестан, также проходивший в эти дни, но уже в Каспийске, еще раз обратил внимание общественности и власти к горной проблеме. Потенциал гор неисчерпаем. К примеру, горный зимний туризм в республике пока практически не тронут. Некогда популярный, единственный горнолыжный курорт, ни шатка, ни валка, кое-как разбивался. Иногда даже вопреки. Приветствую участникам и организаторам форума, направила председатель Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко. Она отметила, что горные системы отличаются особой экологической уязвимостью, поэтому задача их сохранения занимает ключевое место в повестке дня международного сообщества. Понимание, что горные территории не должны стать пустошью, что они не только должны быть сохранены, но и быть приумножены, развиты, у государственных мужей потихоньку приходит. Если верить археологам и антропологам, мы, дагестанцы, вообще-то не убегали в горы. Горы сами нависли над нами. Пару миллионов лет назад здесь была равнина. Доктор географических наук, экономист с большим опытом работы, председатель Общественного совета Министерства экономики Республики Шахмардан Мудуй, участник форума, говорит, что Дагестан был солидно представлен на форуме. Мало того, республика станет лидером в России по формированию горной повестки. Он с экспертным сообществом не первый год поднимает проблемы развития горных территорий перед федеральным центром. Кстати, на этом форуме было призвано на самом высоком уровне, что горной политики в стране нет и что ее нужно формировать. На федеральном уровне начнется работа по формированию статистической и информационной базы под разработку закона о горных территориях России. Все это время, несмотря на то, что развитие шло не так бойко, тем не менее, Дагестану удалось принять еще в 2012 году закон о развитии горных территорий и программу социально-экономического развития горных территорий. Это предусматривало оказание помощи производителям, предпринимателям. Было призвано обеспечить занятость. Финансирование тогда было переменное и были это небольшие средства. Субсидировалось 50% затрат. Был утвержден также грант на 500 тысяч рублей. Последний год, говорит эксперт, правительство нашей республики серьезно отнеслось к горным проблемам. Эта тема была взята под особую опеку. Программа социально-экономического развития горных территорий в настоящий момент по поручению главы республики находится в переработке. Финансирование по нему в разы увеличивается. Поддержанная инициатива создания в рамках Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, центра горных исследований. Республика Дагестан отличается по всем параметрам, по всем направлениям от других территорий. Поэтому нам надо, у нас почти, ну если не миллион, то чуть меньше миллиона живут в горах. У нас горы, они очень красивые, очень привлекательные. О горах много песен, много писаний имеются. Но жизнь в горах без людей не бывает. А люди сейчас стремятся к более комфортной жизни в города и в другие регионы. А мы в этой сложной ситуации, мы видим, где какие ситуации возникают. Поэтому мы можем считать или можем рекомендовать всем муниципальным образованиям, вообще всем самим жителям обустраивать собственную жизнь в малой родине горных территорий Республики Дагестан. Это даст большой эффект. Это вот многие говорят о швейцарском чуде развития горных территорий. Это они сделали сами. Им никто это не делал. И мы должны сами сделать для себя такое. Нынешний горный форум стартовый в цепи мероприятий, предшествующих горному саммиту, который намечен на 2027 год в Бишкеке. То, что горы могут и должны жить, нам подают примеры горные цивилизованные страны. Ну, самый излюбленный пример это Швейцария, с которой частенько туристы и местные гиды сравнивают в последнее время и Дагестан. Малая авиация, фуникулерная сеть, хорошие дороги, а кое-где и железнодорожный транспорт. Почему бы и нет? Правильная логистика, малые ремесленные производства, сельхозкооператива, агрохолдинги, гостевые дома к туризму, хороший интернет, коммунальные блага, зеленые игровые парковые зоны, досуговый и образовательный центр для детей. Вот, пожалуй, формула успеха. Гор. Вы понимаете, у нас горы, горы. Горы, они еще имеют и магическое значение, в смысле духовности. Вы видели настоящих, а не парников, как мы, горцев? Это суровые люди, знающие цену слова и делу. Люди достоинства и чести, а как меняются горцы, когда их переносят в каменные джунгли, в города? Все верно. К сожалению, иногда меняются не в лучшую сторону, особенно если не получили должное образование и воспитание. И тогда ведут себя как приматы, потеряв контроль аксакалов, растеряв по пути все коды и скрепы. Надеюсь, к 2027 году мы вернем в горы тех, кто сломя голову покинул их и поселился в пригородах или начал лихорадочно и хамски застраивать города. Вернем к сахе, в смысле к труду, который будет приносить и почет, и достаток, и удовольствие. А созданием рабочих рук должно в первую очередь озадачиться государство, а затем и бизнес. И начинать надо в этом вопросе с самых низов, с поселкового, муниципального уровня. Создавать красоту, не дожидаясь, что кто-то на вертолете прилетит ее создавать. Здесь вертолет это про малую авиацию, а не то, что вы подумали. Одну идею, как удержать в горах людей, если интересно, подскажу правительству. А еще, поддерживая инициативу председателя правительства Дагестана Аблу Муслима Мухединовича, возродить террасное земледелие. Террасы это памятник трудовому подвигу народа, наших горцев. Обязательно надо возрождать. А с возвращением в горы вернется в Дагестан и былая сила. Время собирать камни. Оставайтесь с людьми. Редактор субтитров А.Семкин